Ребят, всем привет! Сегодня я на моторной лодке, на Машкаре. Сегодня я выехал на речку Днепр, в себя, возле города, с лодочной. Больше порисовать, конечно. Новый эхолот, хочется обрисовать все точки, где я когда-то был, понаходить что-то новенькое, интересное. Но, конечно же, я выехал сегодня рано утром, в надежде, что, может быть, получится поймать судака. Но, как я и планировал, с судаком все было очень тихо, глухо. Я покатался, пообрисовал ямки, и сейчас я заскочил в заливы. Здесь у меня план по окуню. По судаку сейчас все говорят очень плохо, и даже если что-то иногда получается поймать, это небольшие судачки, пекло самое-самое, самая середина лета, все очень плохо. Но окуня половить можно, поэтому я вот заехал в заливы. Первое местечко, я уже поймал два окуня, и, кстати, три окуня. И, кстати, два из них просто были здоровые. Поэтому я включил камеру именно вот сейчас. Я что-то не думал, что на этом месте все начнется. И начинаем сегодня покатаемся. Водичку дали, с утра вообще воды не было. Помимо того, что судак плохо клюет, еще и воды не было. Водичку дали, и сейчас мы попробуем поймать хороших полосатых. Хоть что-то в летнюю жару. Это та рыба, которая нас спасает в летнюю жару. Давайте посмотрим, как она ловится, как она клюет. Фрикцион я отпустил. На том окуне, который был перед этим. Он был настолько хороший, поперший. Я думал, может, какая-то щука схватила. То есть, он отпустил и так и не затянул. Смотрите, ребята. Вот в этих вот протоках много окуня, но в основном он мелкий. А вот сегодня получайте. То есть, прокатался я буквально до обеда с судаком, порисовал точки. И вот такие хорошие бонусы. Прям аж приятно. Я вам скажу, я вот его только что доставал. И вместе с ним 4, еще 4. Еще 4 таких самых хороших окуней дубасили. То есть, я попал на место, где он сейчас сидит, кормится и активно клюет. Это вообще просто... Так что, давайте, наверное, повешу камеру на грудь. И посмотрим эти поклевки. Потому что вы вот эти удары, их очень много. Пока я тяну прям тык-тык-тык-тыщ. Фигач. Так, смотрите. Сейчас не мелочусь. Это копия свинг-импакта в 3 дюймах. Чебурашка 4 грамма разборная. И вообще, я скажу, наверное, тут пофиг, какая чебурашка. Такое именно, как в мясорубку кидаешь. Это флюрокарбон 0,52. И еще и такой длинный, смотрите. Наверное, около метра стоит. Потому что, когда я судака сегодня ловил, там камни были, коряги. То есть, там надо было побольше, чтобы шнур не коцался. Поэтому я ничего не менял, оставил все как есть. Ну, мало ли, может, там щука клюнет. И вот, поехали. Давай, наберу. Смотрите. Ну, конечно, не такой здоровый, как до этого, но классный. Кстати, вот того, что я не заснял, был вообще такой красавчик. Еще больше, чем тот, что я вам показал. Смотрите. Красота. Комплект, конечно, не для окуня. Но я вам скажу, тут такие окуня, что нормально все равно так. То есть, у меня получается скай до 18 грамм. И шнурок сейчас стоит 0,8 по Японии. То есть, такой комплектик, я бы сказал, даже уже тяжелый. Для большой воды. То есть, я им сегодня кидал до 16 грамм плюс силикон. И вот, в таком заливчике теперь окуней. Тычок был, наверное, силиконом. Капец, да. Будем экспериментировать еще. Где-то, что-нибудь все равно тут недалеко. Сейчас попробуем что-то интересненькое. Тейл спиннер. Тейл, тейл спиннер. Вроде там дно чистенькое было. Так что сейчас проверим тейл спиннер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, ух ты, блин, классно. Да, нажимает именно. Вот он, тейл спиннер. Сделал это. Вот такой тоже хороший окунище. Отправляйся. Продолжаем. Я еще не натешился. Вот когда клюют маленькие, буквально меня хватает штучек там до десятки. Поймать и все. Ну, вот эти монстры. Я говорю, я-то продвигаться сейчас все равно буду, но ой, не факт, что я найду такие размеры. Тут часто он сидит, особенно когда водичку толкают, что течение идет. Но такие размеры, это, конечно, супер. Так, сейчас попробую 12-граммовый. Он получается побольше. Лепесток побольше. И это все, ради чего я его ставлю. Веду все равно равномерно. Так что, надеюсь, все сейчас будет. Вот-та-та! Вот-та-та! Ну, не такой здоровый, но все равно хороший-хороший окунь. Вот так-то. Так, смотрите, вот тут получается термоусадочная трубка. Видите? Вот тут. Чтобы лепесток не захлестывался за крючок. Потому что иногда бывает. Я поставил, как советовали, и теперь захлестов нет вообще. Смотрите, у него какая-то... Даже не знаю, что это такое. Рана, не рана. У нас же какая-то болячка. Вот такой окунь отпускаем. Рана, не рана, не рана. Это не прекрасная рыбалка. Это просто супер. Продолжаю. Продолжаю. Прям вот зашел tailspinner, в плане, что глубина и течение. И прямо вот я закидываю, и так вот равномерка повышается вдоль дна вообще идеально. И он как раз ему хватает скорости. Как он идет... Круто. Это рыба. Это рыба. Отлично. И тоже неплохие. Не такие, конечно, как первые несколько штук. Но все равно, смотрите, смотрите, не сдается. Сошел. Все хорошо. Все нормально. Блин, поклевок целой куча. Вот я зашелся. Не люблю равномерку. Вот. Потому что хрен пойми. То ли то касание дна, то ли то тычочек, то ли все попало. С джигой все понятно. Ты раз-раз, тебе в ответ кто-то дернул, значит, это по-любому что-то живое. А тут же непонятно. О! Красавчик пойдет. Опа! Так, я чувствую сейчас еще пару штук, и все, надоест. Размер, кстати, меньше стал. Были больше. Сейчас вот лодку отнесло, и у меня есть теперь, дальше прокинуть могу. О! Ну это прям, вот это уже, вот такой я готов ловить долго. Ребят, смотрите, просто в сторону идет. Вот это именно тот окунь, который мне прям, ну вот, нравится. Сейчас хоть бы увидеть. Ух! Хорош! А, судачок! Ребята, я его ищу, короче. Черти сколько, черти где? А он, вот он у нас. А он в водахте. Ну, конечно, малыш, но сейчас покажу на камеру поближе. Вот, смотрите, небольшой, конечно, такой грамм 300-400, но, это судачок. Надо инструмент, я его так не достану. Итак, смотрите, вот 12-граммовый телл-спиннер, как раз вот вес четко подходит, чтобы его медленно, вдоль дна, тянуть равномерочкой. Он там иногда черкает, я ускоряюсь, и вот в таком темпе, вот такой красавчик. Супер. Так, давай, отправляйся. Все, махнул хвостом. Сошел небольшой был. Я вышел, 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 вышел. О, хорош, 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 хорош. Этого я вам должен показать. А, вообще еле держится. Смотрите, черный, черный. Не, ну я скажу, это хорошая окуневая рыбалка. Так, кто-то едет. Надо топить его. Оборвал, короче, только что это телл-спиннер. Очень печально. У меня, кстати, 12-граммового больше нет. Там еще 2-7-рочки есть, 12-грамм нет. Но, кстати, я хотел попробовать сейчас силиконовый. Поскольку тут судак сидит, хотел попробовать еще с силиконом более такую медленную проводку сделать, чтобы может соблазниться еще какой-то красавчик. Поводок я ставлю. У меня сонлайновский Black Stream 0,52 диаметр. Ставлю его же. Ну, можно было потомше поставить. Ну, зачем на куней толстенный такой поводок. Но, я смотрю, судак клюнул. Да, может, кстати, тут и щука быть. Тут течение идет. Щучка даже может быть, хоть и пекло, жара, лето, середина. Может быть активная и сейчас на вот этой струйке. Так что, чтобы не рисковать, окунь, в принципе, активный и так хапает, судачок и так хапает. Вдруг будет щука, я ее зато вытащу. Так что, 0,52. Просто поставлю покороче, потому что у меня только такой длинистый. Вот так неудобно было кидать. Ого! Ребят, это что-то, это что-то сошло. В камыш. Вот это вот было прям, 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 прям что-то вообще. Судак. Я думаю, это судак был и такой побольше. А, блин. Ребят, взял сегодня воблеровую коробку и я очень хотел проверить вот эту штуку. И, наверное, и вот эту штуку. Я думаю, вот эти места как раз для этого. Сейчас будет интересно. Прям. Что-то вообще маленькое клюнуло. Наверное, самые маленькие за все время. Соблазнился, соблазнился. Всякие интересные приманки, они, я думаю, если с ними хорошо, хорошенько разобраться, имеют место быть. Понимать, где их лучше применять. Все это можно использовать. Острые крючки. А-а-а! И, кстати, окунек вообще маленький. Небольшой кто-то. Небольшой. Ребят, только что не снимал, такого хорошего окуня ввалил. Всадил, вытащил, все, отвалился. Получается, я немножко сместился, я кидал вот оттуда, вот сюда, и вот тут как раз где-то ловилось. Сейчас подумал, что надо сместиться и попробовать, ну вот я докидывал где-то вот отсюда, сместиться и попробовать прокидать дальше вдоль вот этого камыша. Я вот так вот покидал, ничего не получил. А вот в обратную сторону начал кидать и поймал только что тоже такого вообще красавца. Ну я же говорю, у меня с камерой проблемы. Она когда надо включена, выключена, когда не надо включена, ну, все весело. Ну ничего, надеемся, еще ввалим. Я думал, я зацепился, ребят, начал что-то там выдергивать, а тут, короче, рыбеха сидит уже. И, кстати, вот такая вот неплохая. Смотрите, там лежит какая-то штука, просто я думал, я сразу за нее зацепился, потом я, походу, ее перекинул и вцепился этот токунь, я думал, что-то я в нее. и я там стараюсь что-то выцмекнуть. Вот такой красивый, круглый, полосатый. Так, продолжаем. Продолжаем. Остановиться не могу, потому что мне нравится размер. Размер тут, как ни что ни говорите, блин, классный. От такого размера тяжело устать. новое место, получается, вот протока выходит и впадает вот в такую широкую штуку. И вот тут получается там яма, и вот тут свальчик в эту яму. Водичку тянет, и вот тут я ловил окунька. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится поймать. Обычно я, конечно, вставал с той стороны и вот так сюда бросал. Сейчас встал вот так вот. Попробуем, что нам так покажет. Тут сегодня у нас никого. Обычно было наоборот. Там никого, а здесь хоть что-то ловилось. Так что, видите, окунь такая штука, что все равно сегодня так, завтра так, послезавтра вот так, и каждый раз его надо найти, чтобы поймать. То есть не нашел, можно пролететь вообще с нулем остаться. Нашел, нормально половил, хорошо, все классно. Так, едем дальше искать. Очередное местечко, тоже такая развилочка, тут проточка такая узенькая. Попробую, попробую, когда-то я тут ловил. Не массово прям, но ловилось. И здесь все тихо, едем дальше. В это пекло, в эту жару я больше катаюсь и на новый холод рисую, рисую себе какие-то места, ищу, вырисовываю те места, которые у меня до этого были, чтобы уже осенью я мог приехать, четко выставляться, четко понимать, что происходит и хотя бы осенью начать ловить рыбу, когда она уже немножко проснется и начнет ливать. Сейчас же пока лето, вот это в принципе, я скажу, наверное, единственные такие вариантики, которые получаются, это в заливах где-то, там где есть течение, там где небольшие узенькие какие-то протоки, половить окуня, ну так как у меня сегодня получилось. Я даже скажу, что сегодня у меня именно очень даже хорошо получилось, иногда и так не получается. Был мелкий окунь, который бил под верхом, его можно было на волкеры ловить, на попперы ловить, Джих вообще в этих местах молчал абсолютно, внизу никого нема, хотя глубины там 3 метра, на дне никого на поверхностные приманки отзываются, то есть, ну, его можно было ковырять, но я скажу честно, это не сильно интересно, когда небольшой окунь, удовольствия сильно большого не получается. Видео снял, говорят, Джек, одеты, что лодка, мошкара, выезжаю, выезжаю, малюю, рисую, пытаюсь разобраться, тяжело, все равно, на Днепре у нас тяжело ловить. Смотрите, видите, котлица, это называется котлица, но не клюет, смотрите, короче, ну, он мне зато подсказал, надо поверхностное что-то, смотрите, прям вот, ну, небольшой, вот это вот, вот это вот мелочь, тоже узкая протока выходит в широкое, и там сразу яма, и, короче, оттечение идет отсюда-сюда, то есть вот так, и получается, всякую штучку несет, и он тут как раз кормится, особенно вечерами, тут прям бывает такой сейшн, ну, опять-таки, когда как повезет, в основном размер средненький, мелко-средний, так, чтобы тут какие-то горбачи клевали, не было, ну, кстати, у меня тут щука, помню, влетала, тут, ну, много что может попасться, всякое может попасться, садачок может попасться, все, что хочешь, так, попробуем уже вот такое, потому что поверху ляпает, это Чаби Пенсил, от Джакала, такая поверхностная тема, попробуем, ой-ой-ой-ой-ой, вы видели, вы это видели, вы это видели, он вышел на него, и промазал, смотрите, что творится, а сейчас мы будем Пенсилом вас драконить, летит просто, блин, это вообще просто, такой маленький, легенький, а летит, как я тебе дам, есть, есть, ну, конечно, размер, размер, как раз тот, который я не хотел бы ловить, но прикольно, прикольно, что, вот, этот крючок во рту, тот крючок в голове, в голове, вот такие, в основном, малыши, тут дурачатся, нет, есть и покрупнее, иногда так покрупнее скидывается, но тут очень много мелкого, и попробую еще поймать крупного, среди них, ну, ничего, подурачимся, я, кстати, вот эти, волкеры, поверхностники, я редко использую, это там тема жереховая, у меня они лежат в коробке, а тут как раз самое время, подурачиться, потому что силиконом выкидал все, нифига, думаю, потягаю в пол воды тейл спиннер, нифига, а вот, поверхностная штука, дала результат, с поппером еще можно попробовать, целые стаи малышей, боятся, боятся, мелкий, боятся, пришла, есть, есть, ребят, есть, но мелкие, блин, время не хочется терять, хочется еще пару мес хоть проехать, а, не, я еще хотел поппер попробовать, волкер, он же, ну, никаких хлюпов не издает, сейчас, окунь, видели, мелкий клюет, наверное, камера опять не снимала, короче, мелкий, хорошо, я уже думаю, сейчас уезжать, потому что не хочется время терять на этого мелкого, ну, еще попробую поппер, поппер еще больше привлекает, хлюпает, и сейчас посмотрим, что он нам скажет, и так, ребят, смотрите, даже покрупнее, что волкер, что поппер, короче, все ловит, ну, размер не очень, хотя вот этот чуть побольше, но время терять не буду, еще есть пару мест, куда я хочу заскочить, фух, так, все, освободил, постарался максимально аккуратно, Ребят, вот такое коротенькое видео, с вами был Жека Докучаев, канал Тур Истории, думаю, дальше будет интереснее, все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok